Португалия не туристическая страна. Здесь невозможно быть туристом. Достопримечательности здесь везде. Если вы здесь живете, вы турист по определению. Если вы приехали сюда на недельку-другую, вы не увидите и малой части того, что привлекает людей всего мира. Эта древняя страна напичкана стариной разного происхождения. И я сейчас говорю не только о музеях. Перед нами водопад Сан-Жулиан. Мы сюда приехали за природной красотой, и мы ее получили. Но меня поразило то, что и здесь, возле самого водопада, есть остатки старинных построек. Сначала я подумал, что это развалины какой-то мельницы. Но присмотревшись, я понял, что это, скорее всего, остатки опоры старинного моста. Логично, сюда ведет дорога, есть остатки каких-то стен и фундаментов. В старину мосты не оставляли без присмотра. Мост – это чье-то владение. Проход или проезд по мосту стоил денег. Здесь обязательно была охрана. Присмотревшись, я увидел дорогу и на правом берегу реки Жеворы, которая образует водопад Сан-Жулиан. С другой стороны горы находится разрушенная церковь Сан-Мамет. Возле церкви сохранились фундаменты башен, которые служили для охраны дорог и ориентирования в здешних горах. Назначение подобных башен для меня пока остается загадкой. Но церкви или монастыри тоже не строились просто так и об их где. Это были посещаемые места, и стояли они чаще всего возле дороги. А вокруг дикий лес, полный съедобных каштанов. Под огромными соснами растут грибы. Эта местность определенно достойна посещения. Но сюда не ездят туристические операторы. Для туристов есть большие города с ресторанами, отелями и магазинами сувениров. А глубинные древности – это удовольствие для тех, кто здесь живет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok